Она родила двоих детей и дважды была замужем. Стала знаменитой и востребованной актрисой, но из-за отказа женатому режиссёру в любви была вынуждена играть роли второго плана. Как сложилась непростая судьба и Орепиной. Она родилась в маленьком уездном городке Ордатове, ныне Мордовской республики, и с детства была бойкой девчушкой. Любила петь и танцевать, с удовольствием читала стихи гостям, но никто не верил, что пухленькая Ия сможет поступить в театральный. Наша героиня отправилась покорять Москву и с первой же попытки поступила во ВГИК. Ещё будучи студенткой, Ия снялась в картинах «Большая семья» Илья Муромец «Хождение за три моря». Но всенародная слава пришла к начинающей актрисе после роли белокурой красавицы Маши в фильме «Капитанская дочка». К сожалению, в один миг о нашей героине забыли. Дело в том, что один женатый режиссёр активно добивался любви Орепиной. А когда он прямо на съёмочной площадке распустил руки, то Ия не выдержала и закатила скандал. Более того, Орепина отвесила домогателю пощёчину, чем в корне изменила свою судьбу. С тех пор ей не давали главной роли. Скандалистки нам не нужны. Эта знаменитая и популярная Ия Орепина слышала на каждых пробах. Как бы там ни было, но Орепина вышла замуж за оператора Юлия Куна. В этом недолгом браке родился сын Юлии. Супруги редко виделись и быстро отдалились друг от друга. А второй брак распался из-за желания Орепиной стать матерью во второй раз. Но наша героиня не могла забеременеть. Поговаривают, что Ия вернулась в родной городок, стала работать продавцом в продуктовом магазине. И на улице познакомилась с молодым 18-летним пареньком. Актрисе было уже под 40, когда она узнала, что беременна. Отношения Ия разорвала, а ребенка оставила. Долгожданную дочь актриса назвала Ладой, и она стала ее поддержкой и опорой в старости. А вот со старшим сыном по какой-то причине наша героиня не смогла найти общего языка. Более того, Юлий запретил матери видеться с внуками. Ия Орепиной не стала на 74-м году жизни из-за проблем с сердцем. Рядом с ней была ее любимая дочь и внучка, которые до самого последнего дня давали ей силы жить и чувствовать себя счастливой. Как жаль, что из-за сильных мира сего талантливые люди вынуждены уходить в тень. Даже в наше современное время. Редактор субтитров А.Семкин